Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это небольшой выпуск новостей The Isle Evryma. Перед началом ролика, как обычно, хочется выразить огромную благодарность всем нашим спонсорам на канале за финансовую поддержку. Спасибо, друзья! Давненько не было выпусков новостей Evryma, да и стримчиков тоже, так как ни для кого не секрет уже, что две недели назад начались стресс-тесты, с которых, честно говоря, я пока не хочу перекатывать тесты на Evryma, из-за того, что будущее Evryma заберет у вас огромное пространство на жестком диске в будущем, да. Интернет у меня шустрый, но приходится ждать по полтора часа переката. Но, возможно, скоро на следующей неделе мы проведем с вами стримчик. В ролике скажу пару слов о The Vlog, кстати, который вышел и получился сырым, что очень не понравилось многим любителям и игрокам. Вкратце о стресс-тестах, что мне разрешили сказать, и некоторое будущее Evryma. Да, и кстати, вышел концепт-арт птеродактиля. По-моему, это немного люто. Вообще, птеродактиль уже с обновления 6 существует, если не путаю, и мы порядком все знаем о нем. Возможно, в ролике у меня чуть будет подгорание, но многие со мной согласятся. Короче, погнали. Начну со стресс-тестов. Тесты проходят в нормальном режиме, порядком исправляется куча ошибок, которые каким-то образом не заметила Кьюалити Асараунс, я так думаю, уж не знаю. Если они их не заметили, интересно, чем они вообще занимались. Рассказывая нам в прошлые разы. Вносится большая часть корректировок, а именно проверялся баланс динозавров, ядра аддона, то, как он работает, какие этапы и значения имеет. Насколько тра аддона, и самое главное для разработчиков и игроков, это, конечно, производительность. В принципе, скажу, все гуд. По тестам все. Остальное мы вместе увидим, когда нам откроют занавес, стресс-тесты станут публичные. Давайте по чесноку. Что я думаю? Потому что разрабы мне не дают конкретной даты выхода, ни обновления, ни выхода публичных тестов. Стресс-тесты будут, как я понимаю, длиться еще около месяца. Судя по всему тому, что творится в закулисье. А обновление выйдет в июне-июле в конце. Тем более у них появилась опять та самая загвоздка, как говорит Донди, с переходом на игровой движок Unreal Engine 5. В будущем я назову это эпохой затишья. По поводу девлога. Да, сырой, однако, вышел. В принципе, ничего нового. А что следовало ожидать? Обидно чуть, конечно. Могли бы спойлернуть что-нибудь на будущее. Да и порядком много нам что показывали. И рассказывали. Тем более вся команда разрабов сейчас полностью погружена на стресс-тесты. Также команда разработчиков достаточно мала. А тот проект, который они хотят нам предоставить со всем тем разнообразием в игре... Ну, скажу, команду надо расширять однозначно. Потому что я честно уверен, что все 24 на 7, все те, по-моему, 11-12 разработчиков, включая художников, звукорежиссера нового, не смогут сидеть за разработкой, вообще, насколько я знаю. А в команду сейчас идет поиск и набор трех новых аниматоров и набор новых программистов. Донди, кажется, решил увеличить штат. Но может теперь проект пойдет чуть быстрее? Да, это затратно. Но, блин, это все окупится со временем. Все равно, я изучаю статистику The Isle. Этот проект продается, продавался в своем жанре. Больше остальных подобных проектов в игровой индустрии. Читал я информацию где-то, что проект продался уже тиражом около 700 тысяч копий. Если это правильная инфа, которую я копнул. Может быть и больше. Не считаю чужие деньги, никогда и вам не советую. Но это получается огромная охрененная сумма. Да, плюс, я уверен, донаты. В лучшем случае, я говорю, 700 тысяч копий. Также многие другие люди говорят цифры больше. Возможно, что мы и не правы, конечно. The Isle заработал более чем достаточно денег, чтобы иметь возможность получать более одного обновления. Цитирую. Более одного обновления каждые 8 месяцев. Но мы имеем два обновления в год. И то это произошло в последнем году. Штат разработчиков необходимо Донде сейчас расширять. Иначе, как он не любит конкурентов, я со всем уважением отношусь к проекту The Isle of Rima. Но мы ее можем потерять навсегда. О Легасе порядком многим уже надоело. Все хотят что-то нового. Большая часть комьюнити играет на других проектах. Титаны, Бермуды и прочее. Но факт остается фактом. Они ждут развития Эврима. Короче, вы меня поняли. Пишите в комментариях, что думаете об этом. И если вам знакомо или иной факт имеете, пишите. Буду рад почитать. Да, ребят. Пользуясь моментом. Хочется для отдельных людей сказать. Не буду называть их никнеймы. Но они обязательно посмотрят это видео. То, что вы там распространяете про меня лютую дичь в определенных дискордах. Шепчетесь, может, между собой. Мне абсолютно плевать. Если я вам не нравлюсь, не нравится вам мое многоуважаемое комьюнити. Вы говорите, что в своих роликах новостей я несу по типу дезинфу. И как вы там говорите, не доверяете, мягко говоря. Мы вас не задерживаем на канале и в нашем дискорде. Думаю, что под девлогу рассказывать особо нечего. Ссылочка на него будет в описании. Кому интересно, можете почитать. Алды канала, я думаю, поймут, что к чему. Еще разработчики немного напомнили нам о людях в игре. Что они ведут над ними работу. Переработку моделей фаз Generation 1 и Generation 2. Упомянули, что с введением новых людей, игра за этих персонажей превратится в еще более лютый хоррор. Ну что ж, посмотрим. Хочется отметить также, что будет в будущем игры. Разработчики отмечают, что с внесением новых апексов в игру. А мы уже знаем о таких, как Тираннозавр Рекс и Трицератопс. Не все будут доступны на официальных серверах. По поводу искусственного интеллекта некоторых динозавров. Рексы и другие существа, как боты в игре, возможно, будут. Будет проводиться тщательно их тестирование. Возможно, внесут, а возможно, нет. Вообще, по сути, я помню, как те же боты Тенантозавра и Дриозавра, Дика и отчасти тупо вели себя ранее в обновлении 4. Это был полный кринж. Кто помнит, пишите в комментарии. Также сказали поправку, что в будущем, если не задастся задача с ботами Апексов и других динозавров 2-го или 3-го тира, они будут готовы развернуть еще 6 динозавров однозначно небольшого роста, как искусственный интеллект. Так что будут не одни компсогнатусы и птеродактили. Кабанов, зайцев и кос я вообще не считаю в этот список. Концепт птеродактиля. В игре мы его уже встречаем. Думаю, этот концепт надо было немножко раньше, как-то год назад разрабам вывозить, но да бог с ним. Что можно увидеть нового? Что искусственный интеллект будет еще больше прокачан. Да, это они уже давно, кстати, обещали. Птеродактиль будет игровым? Да, будет, но не так сразу, как мы хотим. Много я уже рассказывал о птеродактиле, так что, извините, я тоже здесь не вижу смысла что-то дополнять. Подведу итог нашего ролика. Если ты смотрел его до конца и слушал внимательно, то молодец. Может, многие думают, что Эврима для меня стала каким-то безобразием? Нет, напрасно думаешь. Наоборот, я изначально два года назад сказал. Каким бы ни был этот проект, я не перестану следить за ним. Пусть семимильными шагами улитки. Да, отчасти я критикую. Я буду в некоторых аспектах критиковать ее. Потому что даже в другом любом направлении, игра эта или любимый музыкальный исполнитель, есть свои недостатки. А без критики, обычно, любой проект не выживает. Так что сейчас начнет происходить... Вернее, так что если сейчас... Я уже начинаю оговариваться. Так что если сейчас начнет происходить все то, что я сказал ранее в начале ролика, проект сдвинется намного вперед. И сделает огромный шаг. Ведь мы не знаем, что может произойти завтра или послезавтра. Выйдет проект подобного рода или больше. И тогда любимому всем за Айл Габелла. Но думать надо было раньше. Ладно. Короче, будем следить однозначно. Ждем открытых тестов и обновления. Всем хорошего выживания в The Isle of Rima. Да, обязательно подпишись на канал, поставь пальчик вверх, нажми колокольчик. Ну все дела ты знаешь. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok